Всем привет! Сегодня у нас с вами самое вкусное и ароматное видео этого сезона. Я поделюсь с вами не только любимыми рецептами для всей семьи, но и открою много своих секретов того, как готовить вкусно и так, чтобы всегда все получалось. Это видео мы создаем совместно с iHerb и моими любимцами для готовки от них. А за годы их накопилось ой, как много! Так как у нас сейчас с вами сезон яблок, начнем мы с традиционной польской шарлотки. Какая же осень и зима без шарлотки, правильно? Для приготовления нам понадобятся самые простые ингредиенты. Яблоки, мука, масло, сахар, одно яйцо, хороший разрыхлитель, мой секретный ингредиент и корица. Займемся тестом, смешиваем сахар, мягкое масло, предварительно достаньте его из холодильника, все нужные пропорции я оставлю в инфобоксе. Кладем яйцо, муку, соль, щепотку и разрыхлитель от Bob's Red Mill, с которым выпечка у меня всегда прекрасно поднимается, у него хороший состав, не вызывает изжоги, поэтому всегда пользуюсь им. Хорошо перемешиваем тесто. После этого разделяем его на две части, формируем такие как бы шарики, можно завернуть их также в пленку и отправляем в холодильник на час. А теперь натрем яблоки, можно использовать обычную терку и сделать это вручную, но я, честно говоря, уже немножечко обленилась и начала использовать для этого блендер. Так получается гораздо проще, быстрее, без каких-то там заморочек. Обязательно добавляю корицу, обожаю бренд Simple Organic, а корицу и прованские травы покупаю чаще всего. У них супер ароматные, супер вкусные приправы, их надолго хватает. Вот эти баночки здорово организовываются в кухне. И также я люблю приправы за наличие ситечка, потому что не получается слишком много бухнуть, а именно дозировано столько, сколько нужно. Все приправы Simple Organic с чистейшим составом, и за это я, собственно говоря, настолько полюбила их. Начинаю выкладывать тесто. Сначала я взяла половинку, и практически вот этого мне хватило на дно формы. Я люблю, когда больше яблок, а на дне тоненькое тесто. Я просто разогреваю его в руках, как бы разминаю, как-то утрамбовываю для того, чтобы полностью покрыть дно формы. Размер своей формы я обязательно напишу в инфобоксе. Выкладываю измельченные яблоки с корицей и не кладу сахар, потому что сладости будет достаточно в тесте. Теперь достаю вторую часть теста, натираю его, опять же, на терке, и распределяю поверху нашей шарлотки. Я люблю еще, когда она немножечко так подпекается, и образовывается румяная корочка. Это, ммм, как вкусно! Я выпекала шарлотку около 40 минут при температуре не 200 градусов, а где-то 180. И смотрите, чтобы она не подгорала, потому что у всех разная духовка. Я пеку при обычном режиме. Получилось супер вкусно. Как видите, та самая корочка. И благодаря разрыхлителю, который я использовала, у меня всегда получается тесто такое, как надо. Оно и не слишком такое приплюснутое, и при этом нет какого-то синтетического привкуса. Ну и, конечно же, корица. Корица это идеальное сочетание с яблоком. И теперь мы вместе с вами приготовим обед для всей семьи. Мы это все ели несколько дней. Небанальная курочка с секретом. И также запеченный картофель с травами. Для курицы нам понадобится куриное филе, яйца, мука, по желанию ветчина, сыр. И также соль, перец, и еще японские панировочные сухари, которые я часто покупаю на iHerb. Это бренд Edward & Sons. Они очень хрустящие, очень воздушные. И для многих блюд мне подходят. Я разделываю курочку и делаю такие как бы кармашки, в которые я буду вкладывать сыр и ветчину по желанию. Можно и то, и другое. Для того, чтобы это все не разваливалось во время панировки. И чтобы удобнее было запекать, я еще использовала шашлычные палочки. Но можно взять, например, зубочистки или обернуть это все ниткой. Теперь перец. Я думаю, что вы часто видите его в моих футбуках, во влогах. Это самый ароматный душистый перец с мельничкой. Тоже покупаю на iHerb. И он какой-то бесконечный. Я где-то раз в полгода его заказываю. Есть разница, если используешь перемолотый перец или вот такой свеженький. Также добавляю соль в яйца. Так приличненько. И обязательно перчик. Перемешиваем все это дело. Ну, в смысле яйца. И начинаем панировать. Я сразу приготовила противень. И также положила на него бумагу для выпечки. Для начала кладем куриное филе в муку. Дальше в яйцо. С каждой стороны хорошо все обмакиваем. И последовательность должна быть именно такой. Теперь высыпаем панировочные сухари. Очень классная штука. Покупаю уже больше года, потому что использую часто для креветок в темпуре. Потом в эти сухарики на 2 минуты в какое-то растительное масло. И очень хрустящее, как из ресторана. В этот раз решила приготовить курочку. Я иногда делала отбивнушки такие, по такому же принципу. Мука, яйцо и панировочные сухари. Но захотелось вот как-то поэкспериментировать в кухне. Обваливаю каждую филешку и выкладываю на бумагу для выпечки. Я не уверена, что с обычными сухариками получится то же самое. Но штука классная. Если хочется чего-то новенького, чего-то интересного, что также вдохновляет на готовку, то рекомендую присмотреться. Дети также очень любят. Наша курочка пусть подождет несколько минут. Займемся картофелем. Я просто почистила картошку, приготовила форму для запекания. Нарезаю небольшими кубиками для того, чтобы картофель вместе с курицей запеклись одновременно. Добавляю немного оливкового масла. Найхерп тоже вкусное, между прочим. Но мои любимые прованские травы это нечто. Это такой аромат. Даже если посмотреть, то там есть и какие-то цветочки, и травы. Очень вкусная смесь. Я летом использую салаты. В принципе, ко всему. Также для соусов часто. Дальше вы посмотрите в футбуке. И опять же бренд Simply Organic. Опять же, такой же хороший состав, но люблю я их. Ставлю на верхнюю полочку в духовку. При обычном режиме, на температуру 170 градусов, минут 40. Хватило. Ну, курица быстрее приготовилась. Для того, чтобы появилась такая корочка, еще и сливочное масло в конце. Добавила на несколько минут. И вот такой простой, но не обычный ужин готов. И очень понравилась мужчинам курица. Я же вам говорю, ели несколько дней. И попросили повторить в ближайшее время для меня. Это показатель того, что блюдо удалось. Эксперимент удался. Поэтому будем готовить. Советую и вам попробовать. Это действительно очень вкусно. И даже на праздничный стол можно подать. Теперь приготовим простой и быстрый грибной суп. Для этого нам понадобится полкилограмма шампиньонов. Я помыла их, очистила и также разрезала пополам. И мой секретный ингредиент, который вы неоднократно видели в моих видео. Это овощные кубики без усилителей вкуса. Без каких-то супер вредных субстанций. От бренда Edward & Sons. Тоже покупаю на iHerb. И нам понадобится всего один. Также стакан молока. У меня где-то 200 мл сливки. Это мука. Рисовая мука. И сливочный сырок, который можно намазать. Или тот, который кладут в суши. Черный перец. У меня всегда один есть в использовании. И второй запасной. Потому что это мой настоящий мастхэ в кухне. И мне нравится мельничка, которая никогда не забивается. И сразу высыпает достаточное количество. Измельчаем грибы. Я это делаю в блендере. Потому что так удобнее. Можно нарезать или использовать какой-то другой блендер. Я буду готовить прямо здесь. Заливаю пол литра холодной воды. Молоко. И кладу овощной кубик. Это действительно меняет вкус блюд. Они становятся не однотипными. Но более насыщенными. Более выразительными по вкусу. Мне обычно для такой небольшой кастрюльки супа. Достаточно одного вот этого овощного кубика. Также добавляем муку. Потом мы все это будем превращать в однородную консистенцию. При помощи блендера. Пол чайной ложечки соли. И начинаем варить. 15 минут. Можно в это время поджарить несколько шампиньонов на оливковом масле. И потом для красоты подавать уже к готовому супу. Добавляем сливки в суп. Немножко свежей петрушки. И сливочный сырок. Теперь измельчаем все при помощи погружного блендера. Чтобы у нас получилась такая однородная консистенция. На этом суп практически готов. Но осталось еще добавить чуть-чуть перца по вкусу. И наш суп готов. Украшаю все шампиньонами. От этого вкус не меняется. Но поверьте мне, что такое сочетание продуктов вас удивит и порадует. И придется по вкусу. Даже тем, кто не особо любит крем-супы. Теперь приготовим золотую пряно-сладкую зимнюю овсянку согревающую. Для этого нам понадобится овсянка. Абсолютно любая. У меня дома была только такая мелкая. Молоко или любой растительный напиток. У меня что-то в этом духе. И также это смесь для куркума лата. Я покупала ее в прошлом году. Здесь куркума, имбирь, даже черный перец. Очень вкусный вот этот популярный напиток получается. Хорошо помогает при простудах. Полезная штука. И я добавляю его также в овсянку. Одну чайную ложечку. Немножечко корицы, моя любимая. Simply Organic. И орешки. У меня вот такие. Я вообще люблю заказывать орехи из iHerb. Они там сырые, не жареные. В основном я беру Now Foods. С кешью всегда у меня есть дома. Это грецкие орехи. Тоже не жареные, без добавок. И, конечно же, без соли. И к этой овсянке они замечательно подойдут. Кленовый сироп я недавно купила. И мне нравится. Использую для разных маринадов, для соусов. Недавно показывала вам баклажаны. А мы начинаем готовить овсянку. Заливаем овсянку молоком. Добавляем чайную ложечку вот этой смеси куркума лата. Я думаю, что как раз осенний-зимний сезон это идеальное время для этого напитка. Потому что согревает по-настоящему. Еще кладу чайную ложечку вот такого кокосового масла. Оно органическое и хорошо подходит для выпечки, для варки, жарки. Что там вам нужно. Всегда есть в моей кухне. Корица по вкусу. Выкладываем овсянку в тарелку. Недавно купила такую. Она мне так нравится. Поливаем кленовым сиропом. Этого количества достаточно для сладости. Потому что будем использовать банан. Еще если у вас есть виноград, можно поверх несколько положить. И измельченные грецкие орехи. Вкусненькие. Мне понравились. Вот науфудс всегда не подводят. На этом наша овсянка готова. Не банальная. Я очень люблю овсянку с утра. Потому что это заряд бодрости и силы. Далее в нашем меню мисо лосось. Интересное блюдо. Готовится супер просто. Вначале мы очищаем лосось. Разделяем его на кусочки. И также желательно выложить его на какую-то бумагу. На кухонное полотенце. Чтобы он подсок. Теперь мы займемся маринадом. Для маринада нам необходима паста мисо. Ее используют многие шеф-повара. Она на основе соевого соуса. И коричневого риса. Ее кладут в супы, в соусы. И разнообразные азиатские блюда. И для одной порции лосося. Я использую одну столовую ложку этой пасты. Их там на ихербе было две. Я долго думала какую взять. Взяла обе. И потом мы с подругой разговаривали. Она попросила поделиться. Кленовый сироп. Я сейчас от него фанатею. Использую где только можно. Тоже кладем одну. Чуть не сказала чайную. Столовую ложку. А это у меня рисовый уксус. Он сладкий. Он не такой как бы пикантно-кислый, как виноградный. У меня был старый, закончился. Поэтому открываю новый. Всегда беру от этого бренда Эден. С ним я часто делаю курицу в кисло-сладком соусе. Готовлю чатни. Это такой остро-сладкий соус для бургеров, вообще для мяса. Я делаю из манго или красного лука. Заказала кунжутное масло, полученное из сырых семян. В азиатской кулинарии использую для сладко-соленых сочетаний, как у нас сегодня. Этот бренд пробую впервые. Интересный вкус. Буду использовать для салатов, жарки, плова и различных маринадов. Еще немножечко воды и все хорошо перемешиваем. Желательно готовить этот лосось, точнее не готовить, а мариновать, например, вечером, чтобы днем потом приготовить. Или хотя бы на несколько часов оставить его в холодильнике в этом маринаде, чтобы лосось хорошо пропитался. Подготавливаем форму для выпечки. Я использовала бумагу, просто вырезала ее по форме и выкладываем нашего лосося. Еще хорошо обмакиваю все в маринаде. И я сама могу съесть такую порцию. Это очень вкусно, правда. Выливаем наш маринад на рыбку и ставим запекать в духовку всего на 15 минут. Смотрите, чтобы ничего не пригорало. И у меня за 15 минут он хорошо пропекся. Режим в моей духовке, как всегда, обычный. Температура 200 градусов. Пока лосось готовится, я отвариваю коричневый рис. Можно и обычный, но я люблю рыбку с рисом. Также заказала вот такие семена от любимого бренда Now. Это кунжутные семечки. Они сырые, они жареные, они соленые. Это очень классный и полезный ингредиент, который можно добавлять просто даже в рис, посыпать салаты, куда угодно. Сейчас я буду немножечко поджаривать, чтобы он подрумянился. И буду выкладывать поверх лосося. Я не решила не готовить никакой салат. Взяла сырой шпинат без ничего, потому что у нас очень интересная рыба. Поверх добавляем кунжутные семечки и ужин готов. Это очень вкусно, это очень полезно. И поверьте мне, что это необычное сочетание, которое также понравится многим. Я попробовала этот рецепт и теперь буду готовить постоянно. Очень вкусно. И последнее безмясное, безрыбное блюдо на сегодня. Это необычная паста. Паста с грушей, с маскарпоне, с луком, чесноком, с сушеными помидорами. И прованские травы здесь имеют огромное значение. Они придадут очень интересный вкус нашему соусу. И, конечно же, черный перец. Я во многом использую его. Для начала нарезаем лук. У меня это розовый лук. Шалот, он не такой острый, он не такой по вкусу, как обычный. И также измельчаю чеснок и помидоры. На оливковом масле сначала поджариваю лук и чеснок. Я немножко его передержала. Не делайте так, пожалуйста. Я была занята такой, чем другим. Нарезаем грушу. Такими небольшими кубиками. Я ее предварительно помыла и почистила. Солим воду. И будем варить макароны. Макароны у меня необычные. Это спагетти на основе риса и кино. Я очень люблю кино. Если вы аллергик, если вам глютен нельзя, то присмотритесь к таким макарошкам. Они очень вкусные, такие какие-то легкие. То есть нет тяжести в животе после них. Теперь к луку и чесноку мы добавляем помидоры и грушу. Затем кладем маскарпоне. У меня целая упаковка. И это такой сливочный сырок. Он и не соленый, такой сладковатый немножко. И обильно посыпаю все прованскими травами. Я же вам говорила, использую и в салаты, и в соусы. Вот один из вариантов. Соль, перец. И все это нужно чуть-чуть так протушить. 5 минут. Дать сырку растопиться немножко. Всем ингредиентам соединиться. Тоже необычный вкус. Но даже муж заценил, при том, что он у меня мясоед. На этом наше последнее блюдо готово. Приятного аппетита. Обязательно готовьте со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх. Ссылки на все продукты, которые я сегодня упоминала из iHerb. И также на другие мои фавориты вы найдете в инфобоксе. Я являюсь их огромной поклонницей и верным покупателем на протяжении 7 лет. У них очень большой выбор. Свыше 30 тысяч натуральных продуктов. И отправляют они в 180 стран, даже чуточку больше. У них всегда свежая качественная продукция. У них хорошо оборудованы их склады. Благодаря этому мы всегда получаем максимально качественные товары. Их служба поддержки работает 24 часа 7 дней в неделю. И осуществляется на 10 разных языках. Я, как видите, закупилась полезными и нужными новиночками. Какими-то вкусностями. А на этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok